Друзья мои, всем привет! И сегодня с вами хочу обсудить очередную новость, которая меня, в общем-то, развеселила довольно-таки сильно. Наверное, многие из вас слышали выступление господина Зеленского, и это что-то. Конечно, соцсети взорвались, все комментаторы, все журналисты, они прямо в таком состоянии сейчас рассуждают, что же это будет, чем же это закончится. Но я, в принципе, аплодирую господину Зеленскому стоя. Из обыкновенного бизнесмена он все-таки превращается в очень сильного политика, и не зря уже несколько раз бывший президент Трамп похвалил его, что он хороший селсмен, что он, каждый раз приезжая в Соединенные Штаты, уезжает отсюда с огромным количеством денег. Ну, это другая сторона. Он вчера повторил прием Голдемейер. Если вы знаете, кто это, если нет, поинтересуйтесь. Однажды, когда ее спросили о ядерном оружии, она говорит, у нас его нет, но если надо, то мы его применим. Так вот, друзья, господин Зеленский заявил о том, что они готовы поменять статус страны на ядерный, и что они могут в случае необходимости создать ядерное оружие. Это повергло всех в шок. Кремль там взорвался своими эмоциями. На Западе все чиновники тоже пришли не в восторг, но то, что он сделал, то сделал. То, что он сказал, он сказал. И, конечно, сейчас кто-то критикует, до этого не будет, до этого никогда не сделают, до этого вообще нереально и сложно. Я вам скажу, я просмотрел многих комментаторов политических и разных блогеров, и все приходят к одному. Самое главное – это то, что происходит на дипломатическом поле. Он это озвучил. И многие соглашаются с тем, что сегодня атомную бомбу, ракету легко сделать. Это проще, чем Ларборджини собрать или сделать, или какой-нибудь Бугатти. Да-да, это намного проще сделать ядерную бомбу сегодня. Если вы хотите больше посмотреть об этом, вы можете найти различных блогеров, но я вам рекомендую мастера сарказма, который уже высмеял и Россию в этом плане, и западных вот этих жирных котов, которые никак не могут решиться со своими разрешениями для Украины. И господин Зеленский поджуравил очень сильно, очень сильно заставил всех проснуться. Как я уже сказал, мастер сарказма, он высмеял все это в жесткой форме. И он рассказал о том, что это легко сделать, это легко применить. И можно отправить ракету, можно отправить дрон. А кто-то скажет, что в Украине нет ядерного оружия. Да, они его передали. Все передавали, вывозили в Россию. Но вы знаете, у украинцев, как у хороших хозяев, всегда где-то что-то на складе затерялось. Где-то под лавочку закатилось. Где-то что-то не смогли найти и вывезти. Поэтому не такая большая проблема. И то, что сейчас на территории Украины есть и коллайдеры, есть и атомные электростанции. И есть много аппаратуры и приборов, которые для этого необходимы. И есть самое главное люди, техническая база. Те, кто с этим работал, работает и будет работать. Поэтому я думаю, что они не пойдут до такого конца, чтобы создавать ядерное оружие. Но это заставит Запад принять очень серьезное решение. Если они не хотят, чтобы при их вот таком медленном, озабоченном состоянии гибла Украина, Зеленский подтолкнул их. Я думаю, что кто-то очень умный. Или может он сам это придумал. Или они вместе коллективно додумались. Но толчок был мощный. Поэтому сейчас уже в России кричат, а мы никогда не угрожали ядерным оружием Украине. Да, а я лично слышал, как угрожали и угрожают. И не только какие-нибудь блогеры или там пропагандисты, но угрожают даже люди, которые у власти. Если взять хотя бы этого Димона, который с просонья после пьянки выступает и угрожает всем. Вы знаете, таких много там. Поэтому сегодня мы, как говорится, скрестим пальчики. Будем ожидать и наблюдать, что будет происходить дальше на политической арене. И будем молиться за Украину, чтобы вот то, что сейчас сделало правительство Украины, предупредило всех. А в случае необходимости, если уже будет невыносимо, они действительно могут создать, пусть небольшую какую-то ядерную бомбу. И отправить ее путешествовать из-под Киева где-нибудь, ну там в сторону Красной площади. Вот тогда будет очень интересно. Ну а сейчас, как я уже сказал, наблюдаем, молимся и ожидаем серьезных перемен этой осенью. Всем здоровья, хорошего настроения и победы Украине. Слава Украине!